Добрый вечер, Егор Афанасьевич. Добрый вечер, коллеги. Сегодня мы выходим в прямом эфире телевидения и радио на площадке НВК «Саха». В студии с нами сегодня работают корреспонденты НВК «Саха» Сарглана Захарова и Розалия Борисова. Егор Афанасьевич, Вам слово. Добрый вечер, уважаемые журналисты. Мы сегодня встречаемся накануне завершения года. Будем встречать Новый год, 2017 год. И, конечно, речь наверняка пойдет о подведении итогов. По нашей республике наверняка каждая семья, каждый трудовой коллектив будет в эти дни встречать и подводить итоги. Встречать Новый год. Я хотел бы, ну, вначале думал, традиционно провести наш разговор, то есть привести цифры, насколько у нас воловой оригинальный продукт выполняется, сколько у нас получают доходы, сколько прибыли, сколько всего сделано. Но я хотел бы немножко отойти от этого традиционного подхода, который я всегда озвучил. А все-таки с учетом тех дум, которые у меня всегда присутствуют в последнее время, хотел бы немножко шире рассмотреть. Потому что Якутия – это такой большой регион в Российской Федерации, который, находясь в едином экономическом, правовом, социальном пространстве Российской Федерации, имеет свое отношение и к другим субъектам, целом экономике Российской Федерации. Ну и кроме того, наша Якутия, она очень большую связь имеет и с мировой экономикой. Поэтому сегодня, прежде всего, хотел бы подчеркнуть, и с учетом того, что я недавно съездил в составе официальной делегации президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Японию, хотел бы поделиться своими мыслями, что происходит во всем мире, потому что Якутия от этого зависит. Мы зависим от того, что происходит и в Российской Федерации. Мы у себя зависим от своей внутренней политики. В мировой экономике за последние годы, в мировой политике, в геополитике происходит очень большие изменения, поэтому мы вынуждены ориентироваться с учетом той экономики, которая присутствует у нас, крупных предприятий, которые работают на мировом рынке. Прежде всего, речь идет о нашей алмазной промышленности, угольной промышленности, золотой промышленности и других направлений. Мы смотрим на конъюнктуру рынка. И когда мы побывали в Японии, и, кстати, я этим летом тоже в составе официальной делегации президента посещал и Китай, и мы почувствовали, насколько мы взаимосвязаны, насколько наш рынок зависит, наши предприятия зависят от той ситуации, которая сложилась в мире. Ну, во-первых, вы знаете, что очень неустойчив был в последние годы рынок нефтяной, и от этого мы понимали, насколько получим доходы в бюджет республики. Мы понимали о том, что в Китайской Народной Республике сокращается производство жилья, а производство жилья сокращается, сокращается и использование металла. Раз металл сокращается, сокращается объем производства металлургии, соответственно, угля и рынок угля китайский в последние годы диктовал условия в целом, мировой конъюнктуре угля. И, соответственно, наши предприятия были ограничены по ставкам угля в Азиатский регион. Ну, вот, когда мы побывали в Японии и в последнее время в Китае, почувствовали, что этот рынок начал оживать. И мы настроены сегодня угольную промышленность поддержать и на это рассчитывать и получить больше доходов в бюджет республики. То есть, это одна сторона дела. Ну, с другой стороны, насколько спокойна сегодня в мире ситуация, тоже очень много влияет на настроение людей, в том числе взаимоотношения между государствами. И вы знаете, вектор взаимоотношений у Российской Федерации со всеми странами меняется. В частности, очень активно последние 2-3 года работаем с Китайской Народной Республикой. Сегодня президент Путин сделал ставку на Японию. Мы были свидетелем разговора двух лидеров во Владивостоке в сентябре месяце. И нам это способствует более с уверенностью посмотреть и с точки зрения развития взаимоотношений двух государств, в частности, но в том числе и субъекта Российской Федерации. И вот эта мировая ситуация, в том числе вот то, что касается военных таких событий, которые происходят в мире в Сирии или на Украине, или еще где-то, они тоже влияют на определенную позицию западных стран по отношению к России. И непосредственно Россия на это реагирует. Мы испытываем определенные санкции по отношению к нашей стране. Все это тоже влияет на нашу повседневную жизнь. И мы все это должны учитывать, и над этим задумываться, и на это реагировать, и принимать какие-то четкие для себя позиции, чтобы не потерять те или иные объемы, которые мы всегда стремимся достигать, или те или иные направления, которые мы считали приоритетом для себя. Что касается Российской Федерации, то здесь тоже есть много вопросов, потому что мы, прежде всего, как субъект Российской Федерации, имеем взаимоотношения с федеральным органом власти в рамках бюджетных отношений, мы сегодня участвуем во многих программах государственных, которые принимаются. И мы стремимся, чтобы федеральные программы, которые работают на территории Российской Федерации, присутствовали и на территории республики. И межбюджетные отношения были более понятными. Вот только что я вернулся из Москвы, и мы два дня спорили и дискутировали с министром финансов по вопросам развития компании «Алроса». Мы решали вопросы межбюджетных отношений. Мы обосновывали, насколько затратно вести хозяйство, в том числе и в бюджетных организациях в республике. И мы должны учитывать те или иные особенности климатические, природные и другие факторы, которые имеют северные и дальневосточные регионы. И все это приходится каждый раз доказывать. То есть мы сегодня должны более четкую и активную позицию занимать в этом плане. Вот вся эта работа в совокупности сегодня подводится и на международном уровне, и на российском уровне. И мы считаем, по итогам 2016 года можно сделать вывод о том, что в этих направлениях республика достаточно уверенно себя чувствует. А что касается нашей внутренней политики, нашей собственной экономики, то здесь положительные тенденции, которые мы добиваемся в последние годы, в целом сохраняются. Это самое главное. Мы сегодня уровень вложений в экономики, инвестиций сохраняем и наращиваем. Это очень положительный момент. И самое главное, социальное обязательство, которое республика имела перед своим народом, все это выполняет. И, соответственно, мы стараемся, чтобы влияние тех негативных факторов, которым страна чувствует от санкций, и что это влияние было, насколько возможно, минимизировано, этого мы достигаем. Вот самые главные итоги года, которым я хотел бы сегодня до вас довести. Ну, а так, думаю, что вопросов у вас много. Я хотел бы, чтобы вопросы были подобающим образом подобраны с точки зрения решения в целом проблем республики, в целом, касающихся жизни наших людей. Но при этом, когда я со своими помощниками ввел разговоры в последние дни, я делился своим беспокойством по отношению тех или иных проблем, которые сегодня в республике присутствуют. Конечно, прежде всего, это меня волнует сегодня ответ на тот вопрос, что республика... Ну, люди задают вопрос, ответы пока найти очень сложно в полном смысле этого слова. Мы живем в богатой республике, мы живем, ходим по земле, где очень много хороших, полезных ископаемых, но при этом живем не так, как хотелось бы, не с такими доходами, имея такие богатства. То есть мы в этом плане должны четко для себя понимать о том, что насколько это богатство будет вытащено и запущено в оборот, тем будем богаче жить. А не так, ходить по земле богатой и при этом мечтать, не делая ничего, мы проблемы свои не решим. Вот эта тема меня постоянно беспокоит. Вторая тема, которая сегодня меня беспокоит и над которой в эти дни очень интенсивно начал консультироваться с местными органами власти, с местными нашими товарищами, это все-таки проблемы, связанные с защитой малоимущественной категории населения. Особенно это касается многодетных семей. Мы в целом, если брать доходы в среднем по республике, имеем достаточно достойные доходы, в целом в среднем 58 тысяч рублей, например, зарплата, которую люди получают. Это вроде на первый взгляд хорошо смотрится, но при этом в сельской местности и там, где есть многодетные матери, жизнь там достаточно сложная. Вот я недавно принимал у себя многодетных матерей, и эти вопросы поднимались. И сегодня необходимо персонифицировать оказываемую помощь со стороны государства для того, чтобы это решить. Вот эта мысль сегодня постоянно как бы заставляет думать и заставляет искать выход из ситуации. Вот наверняка к концу года вот эти два таких направления, которые требуют более тщательной проработки и ответа. Вот так хотел бы я подвести итоги для себя и для республики по своему подходу на сегодняшнем разговоре. Так, предлагаю первыми задать вопрос к хозяевам студии. Владимир Сенюшкин, пожалуйста. Владимир Сенюшкин, НВК Саха. Уважаемый Егор Афанасьевич, здравствуйте. Мой вопрос будет касаться как раз одной из тем, наверное, о которой вы сейчас упомянули, которая вас беспокоит. Вчера был принят важнейший документ – бюджет республики Саха-Якутия. Основными донорами бюджета являются компания «Алроса» и другие недропользователи. Причем для «Алмазной» компании этот год стал рекордным по отчислению в бюджет. В ноябре вы встречались с руководителями крупнейших предприятий, которые ведут добычу на территории Якутии. И, в числе прочего, вы договорились об увеличении поступлений. Скажите, пожалуйста, что мотивировало менеджмент этих компаний и какова была ваша аргументация? Спасибо. Поводом для разговора с крупными компаниями была ситуация, когда мы формировали бюджет на 2017 и последующие годы. По прогнозам, которые мы получили по представлению Министерства экономической развития республики, все-таки показатели предприятий, которые они представляли до этого, они нас не удовлетворяли. Показатели по прогнозу социально-экономического развития предприятий, но с точки зрения дохода бюджета. Поэтому я вынужден был с учетом опыта работы в прошлых лет встречаться с нашими крупными налогоплательщиками. Что это означает? Это означает то, что сегодня крупными налогоплательщиками являются такие предприятия, как Алроса, Сургутники ГАЗ, это Якутуголь, это предприятия, которые пришли в этом году к нам, Газпром, это Роснефть и так далее. В совокупности, вот это всего 5-6 предприятий платят около 80% налогов в республике. Все остальные десятки тысяч налогоплательщиков платят чуть более 20%. Поэтому представьте себе, компания Алроса в этом году заплатила 62 миллиарда рублей налогов и других платежей в бюджет республики. 62 миллиарда. Это рекордная цифра, которую мы достигли у этого налогоплательщика. Например, Сургутники ГАЗ платят 12 миллиардов, Трансмит платят 6 миллиардов рублей. Поэтому нам пришлось встречаться и обосновать, во-первых, их ответственность перед республикой. С другой стороны, республика всегда их поддерживала и поддерживает. И мы при этом поставили два вопроса. Первый вопрос – это насколько возможно консолидировать усилия и наращивать объемы платежей в бюджет республики. И второе – насколько возможно брать на себя социальные обязательства. Социальные обязательства – оказание помощи районам, муниципалитетам и самой республике. И по этим разговорам надо сделать вывод о том, что все эти компании согласились идти навстречу. И при этом мы уже с учетом этого заложили свою базу бюджетного формирования на 2017 год. Что их толкает на такие шаги, что мы смотрим на их действиях. Прежде всего, они с очень большим уважением относятся к нашей республике. Они понимают, что именно свое будущее развитие видят именно по тем объемам, которые они планируют реализовать на территории Якутии. Во-вторых, они понимают, что они все публичные компании. При нормальных отношениях с руководством республики они могут достигать своих целей. Они могут чувствовать себя более стабильны и устойчивы. Если какие-то противоречия будут, какие-то споры возникнут, если они превратятся в какие-то публичные разборки, они понимают, что теряют. Вот почему мы все-таки нашли с ним общий язык и пошли друг другу навстречу и решили этот вопрос. Продолжим работу. Добрый день, Егор Афанасьевич. Хотела бы задать вам вопрос как раз-таки по итогам визита в Японию. В Японии республика подписала несколько соглашений и меморандумов с компаниями Хоккайдо, Кавасаки, Неда. И я хотела бы у вас уточнить, скажите, пожалуйста, какой объем инвестиций планируется привлечь в Якутию, и в частности по компании Кавасаки, которая планирует строить, реализовывать проект когенерации в Кызыл-Сыре. Спасибо большое. Продолжение следует... На этом форуме со стороны Российской Федерации участвовало более 400 представителей бизнеса и органов власти. И, соответственно, обсуждались и рассматривались конкретные проекты. В частности, в этот день были подписаны 52... В начале 52, потом 62, потом в конце сказали, что около 80 соглашений и меморандумов. Из них 6 соглашений имели непосредственное отношение к Якутии. И активность Якутии тогда многими была отмечена. Но в основном это речь идет о энергетике. Первое соглашение, это большое, по отношению к нашему месторождению эльгинскому, то есть предприятию Эльг-Уголь, там Министерство энергетики Российской Федерации с японскими предпринимателями, крупными инвесторами подписали соглашение. Потом подписало соглашение предприятия «Колмар» с компанией «Морубени» по поставку «Могуля». Кроме этого, вот те соглашения, которые мы сейчас озвучивали уже с участием правительства республики. Они имеют отношение по развитию той же самой энергетики. В частности, речь идет о установке ветровых станций поселка Тикси, их сопровождение с точки зрения науки, консультации. Кроме того, мы четко для себя представляем, какой проект будет реализовываться в Белийском районе. Это речь идет о реализации газотурбинных электростанций с участием ЯТЕК, это Якутской топорно-энергетической компании. И там конкретно суммы пока не указаны. Но я думаю, что это все проекты полностью реализуемые, на которых японская сторона заявила очень большой интерес. И они не будут маленькими объемами, достаточно солидные объемы будут в общей сложности. Точно говорить сложно. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание, что при тем, как задать свой вопрос, необходимо представиться, а также назвать редакцию. Марина, пожалуйста. Марина Полвасина, газетный футбол. Вчера УТМА принял поправки в закон о налоговой политике и предоставил льготы в ТАСС-юверях нефтегазодобычи. Скажите, пожалуйста, зачем это нужно республике? И, ну, скажем так, что мы с этого будем иметь? Эта тема, она абсолютно ясная, но почему-то очень сложно воспринимается некоторыми нашими политиками. Уважающая себя страна или субъект Российской Федерации в частности, когда речь ведется о привлечении инвестиций, то мы всегда должны думать о создании условий, что эти инвестиции пришли. И когда речь идет о привлечении инвестиций, механизмы могут быть разные. начиная от налоговых льгот, кончая бюджетной поддержкой или созданием других условий. В частности, вот мы для того, чтобы территория опережащего развития работала и создавали производство, мы в условиях территории опережащего развития освобождаем всех от разных налогов, почти от всех налогов. Поэтому механизмы могут быть разные. А вот конкретный пример, о чем шел спор, и при этом депутатов поддержали, это речь идет о нефтяной промышленности. Все говорят о том, что нефтяники, газовики, они с деньгами, с кошельками, поэтому зачем им льготы предоставлять. Но когда Сургут, нефтегаз к нам ушел, мы им предоставляли льготы. Но, наверное, никто не знает об этом. Или знает, но замалчивает. Но дело в том, что когда Сургут начинал работать, они тоже начинали с нуля, на чистом поле. И то же самое делают другие компании, которые сегодня приходят. В частности, это речь идет о Сургут, нефтегаз, дубыч. И Сургут, нефтегаз в первые годы получил льготы налог на прибыль, 3%. И сегодня эта компания уже льготами не пользуется, но платит 12 миллиардов рублей налогов в бюджет республики. То же самое касается и ТАССР, нефтегаз, дубыч. Но когда мы встречались с руководством Роснефти, когда мы ставили условия, это была просьба Роснефти, а не наша просьба. И это дошельное предприятие Роснефти, которое работает на территории Якутии, и добывает нефть, и начинает добывать нефть. Тогда мы поставили дополнительные условия. Мы сказали следующее. Мы согласны предоставить в рамках того опыта, который мы имеем, льготы на прибыль. Налог на прибыль. Но при этом уровень оплаты налогов в бюджет республики не должен быть ниже прошлого года. То есть в прошлом году они платили определенный объем. И мы говорим, что в последующие годы налоги, которые вы будете платить, как консолидированный налогоплательщик, вы можете восполнять за счет других налогов, нам доплачивать. А вот налог на прибыль мы можем вам сократить. И мы можем идти на встречу еще по налогам на имущество. У нас были факты, когда мы обнулили налог на имущество. И это тоже поддерживало инвесторов, которые шли. И они уверены на это смотрят и идут, и смело занимаются началом реализации проектов. И сегодня это происходит по ТАСС Рахмите Газдубичи. Мы на этот шаг пошли осознанно. И идем на такие шаги, чтобы потом... Главная задача – получить крупного налогоплательщика, чтобы они платили десятки миллиардов рублей налогов. Теперь, когда мы говорим, чтобы инвестор шел к нам, кроме тех, которым мы говорим, что налоги не должны сокращаться, мы еще ставим дополнительные условия. Вы должны в обязательном порядке, например, по этим предприятиям, не менее 10 миллиардов рублей инвестиций вложить. В этом случае вы льготами будете пользоваться. Не будете вложить – льготы не будет. Поэтому все условия они выполняют, то есть они вкладывают, они развивают производство, чтобы мы в конце концов увидели настоящее производство. Вот такая позиция республики. Так, уважаемые коллеги, активнее, пожалуйста. Айял Яковлев, Якутское СССР информационное агентство. Егор Афанасьевич, 2 декабря Вы подписали указ о структурных изменениях в органах исполнительной власти. Скажите, пожалуйста, чем было продиктовано это решение? Спасибо. Когда я принимал решение, я объяснял, почему такие решения принимаются. И вообще я постоянно, когда принимаю такие решения, пытаюсь объяснять и разъяснять, но наверняка до кого-то не доходит, или кто-то, может, не допонимает до конца. Речь идет о совершенствовании структур органов власти республики. Жизнь у нас меняется, жизнь развивается. И мы должны соответствовать, мы должны и в структурах управления экономикой республики. И здесь речь идет, о чем идет. Мы приняли решение. В свое время мы переходили на программный метод управления экономикой. Мы это добились, потом перешли на формирование. Для того, чтобы этот программный метод управления эффективно работал, мы перешли на формирование программного целевого метода, уже формирование бюджета. Мы все это реализовали, но при этом видим, что есть недостатки. Программы программами, но мы не добились определенных взаимодействий, например, между министерством и ведомством. То есть мы один проект, одну программу реализуем, там участвуют в этой программе, например, по сельскому хозяйству. Участвуют не только министерства сельскохозяйства, но и министерства образования, министерства профессионального образования, министерства строительства и так далее. И стыковка не получается. И мы эти недостатки видим сегодня и говорим, что еще надо совершенствоваться. И мы переходим к проектному управлению. А проектное управление что это означает? Это та же программа с конечным результатом, которую мы должны видеть. И вот эту программу, чтобы реализовать, мы создаем офис. Чтобы там и министерство, и программа министерства, и были представители министерства строительства, министерства финансов, министерства еще кого-то там, кто задействован в этом. И они сидят как в одном офисе и управляют этой программой как проект. И они должны отвечать за конечный результат. И независимо тогда исчезает так называемая межведомственность, разноголосится межведомственная. А появляется один офис, который непосредственно внутри проекта, внутри программы все это делается. Поэтому необходимость совершенствования структуры создания соответствующего министерства по управлению проектом, управлением в целом по республике, такая необходимость есть. При главе республики создан департамент, а при правительстве целое министерство. И мы сегодня для себя определились, что в республике есть определенные проблемы, связанные с местным производством. У нас внешне все прекрасно, у нас экономика как будто развивается, у нас воловой продукт хорошо смотрится, инвестиции вкладываются. Но при этом для отдельно взятого местного производства, по большому счету, ничего не делается. Мы только поддерживаем предпринимательство, пытались это решить, но это мало. Инвестиции не вкладываются. И поэтому все это в совокупности сконцентрировали в Министерстве развития, инвестиционного развития и предпринимательства. И это будет заниматься. Это первое направление. Но некоторые я заявления слышал насчет службы занятости, о том, что там через определенное время часто меняется. Да, у нас служба занятости была отдельной структурой. Но мы сегодня в республике чувствуем очень большие проблемы в занятости населения. И никто конкретно на государственном уровне не занимается. Поэтому, чтобы на государственном уровне заниматься, в прошлом году я объединил эту службу занятости с министерством, чтобы поднять уровень на уровне министерства. Но, к сожалению, структура, она бывает такая, многоотрясновая, разнонаправленная. В результате цели не достигаем. Поэтому эта проблема так и сохраняется. В результате я принял решение, чтобы службу занятости поднять на уровень государственного органа власти. Вот почему служба занятости превратила сегодня в отдельную государственную службу, чтобы вести работу в этом направлении. Вот об этом и речь идет. Мы именно ставим цели на решение конкретных проблем. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. И предлагаю слово предоставить нашим коллегам из районов республики. Внимание на экран. Вопрос из Алдана. Редактор Алданский рабочий. Здравствуйте, Егор Афанасьевич. Елена Лейкина, главный редактор газеты Алданский рабочий. У меня к вам вопрос, который волнует сегодня не только жителей республики, но и всех дальневосточников. О тарифах на электроэнергию. В этом ценообразовании, конечно, есть перекос. И видит руководство республики, о чем говорит федеральному центру. По этому поводу вы обратились к президенту страны. Есть ли результат этой работы? На что мы можем рассчитывать в ближайшее время? Спасибо за вопрос. Для нас, для Якутии, это один из самых сложных вопросов, который мы ставили еще пред президентом Российской Федерации в 2006 году. В январе месяце, когда он приезжал в Якутии, первое поручение появилось в то время. С того времени, каждый год, чтобы этот вопрос как бы не исчезал, чтобы всегда присутствовал, мы каждый год ее актуализировали, поднимали на разных уровнях. Первая проблема, которую мы всегда поднимали, это перекрестное субсидирование. Анатолий Борисович Чубайш, когда он реформирование энергетики проводил, во главе РАО ЕС, он доложил о том, что перекрестное субсидирование ликвидировано. Но, к сожалению, в Якутии это не было сделано. И мы это перекрестное субсидирование, то есть за счет дешевой энергетики западной Якутии, центральной Якутии, южной Якутии, мы скрыто датировали северную локальную энергетику. У нас на севере, к сожалению, дизель энергетика иногда достигает 1 кВт-час до 316 рублей. С такой стоимостью мы на севере никакую нагрузку не выдержим. Поэтому вынуждены были за счет других источников энергетики, нивелировали по всей республике. Для промышленности, для населения. Но при этом все равно тарифы были очень высокие. Возмущались промышленники, потому что они должны были под алмазиками возмущаться, потому что тарифы обоснованные у них низкие, но за счет северной энергетики у них намного выше. И в результате мы примерно по ценам 2016 года имели вот такое прикрестное субсидирование на сумму около 8 миллиардов рублей. Поэтому этот вопрос всегда поднимался до уровня президента Российской Федерации. И в прошлом году, в последний раз, когда мы поднимали этот вопрос, мы поднимали достаточно серьезно этот вопрос. И было прямое поручение Министерства энергетики. Тогда же вопросы возникли со стороны других субъектов Дальнего Востока. О том, что в целом по Дальному Востоку тарифы очень высокие. И в совокупности все эти проблемы были объединены. Президент дал поручение в прошлом году принять решение правительства Российской Федерации о снижении тарифов на Дальнем Востоке за счет усерединения в целом по Российской Федерации. И мы тогда приступили к разработке вместе с Министерством развития Дальнего Востока, Министерством энергетики, подготовки проекта закона, который был принят 16 декабря 2016 года. И этот закон принят сегодня и вступает в силу с 1 января 2017 года. В рамках этого закона должно происходить снижение на автовом рынке по поставкам электроэнергии. Но механизмы сейчас прорабатываются. Я думаю, эти вопросы будут быстро решаться. То есть мы в 2017 году должны явно ощущать, в крайнем случае, неповышение тарифов на электроэнергию. Предлагаю передать микрофон Тимофею из Якутии. Тимофей Ефремов, Якутия.Инфо. Вопрос как раз-таки о выравнивании. Хотелось бы здесь уточнить, поскольку недавно был закон принят, и в нем не говорилось о представителях малого и среднего бизнеса, которые как раз-таки эту тему здесь в Якутии активно будировали и хотели, чтобы выравнивание коснулось их. В законе говорится как раз-таки только о крупных промышленных предприятиях. Хочется уточнить, оно всех коснется или только промышленников? И кроме этого, хотелось бы уточнить, 30% от энерготарифов на электричество занимает стоимость газа. Будут ли приниматься какие-то меры, чтобы удешевить газ и, соответственно, чтобы повлиять на удешевление электричества? Спасибо. Мы сейчас ведем речь о формировании тарифов. Не удешевление кого-то, чего-то, а речь идет именно о тарифах утверждаемых. И мы сегодня не услышали главные ответы на вопрос, не в том вопросе, который вы озвучиваете. Я думаю, это найдет отражение. Имеется в виду население. И мы надеемся и сегодня уже начинаем консультироваться, что будет с населением. А мы сегодня заинтересованы, что это было прежде всего для населения. Так, предлагаю продолжить. Ну, в связи с выходом закона данного об энергетике, с учетом корректировки этого закона, товарищ спрашивает конкретику, для кого, сколько будет. Пока ответа на этот вопрос нет. Мы начали консультации, мы начали уже обращение. Я встречался с Шульгиновым, РУЖГИДР, который является материнским предприятием для нашей РАО из Востока, у которого Якулсинерго является дощадным предприятием. Вот мы пока не услышали того ответа, который они должны нам дать. Поэтому вот ведется сейчас работа, в каком аспекте будет реализовываться этот закон. Непосредственно исполнителям. Так, предлагаю опять вернуться к районным республике. Внимание на экран. Абыйский район. Издание Хатулы Кэм. Абыйлы Ухттан қотығы кім қағыт редактора Сусанна Никетині. Убастабылах Игоров Анасевич. Быйлгы күн жыл біге улыс бұтыгар, ордық төсерін жонуғар улахан устуктары күчі мағеддары өз кетті. Сақа республикатын правительствата жағал ұлан көмөң орор, олды болар балығынне устукт. Сылғы итедеттен или соттон қалар күтталлах бұд. Маңыз сәретер сылтан саңа түрегі тұтты баққа, өлірбөккі ден кепсетей барар. Олықта ақтыр Сақа республикатын правительствата 2-10 сетті сылғы саңа түрегі субсидия көрегі төрегі дойан ұйталылыр. Вопрос сложной ситуации в сельском хозяйстве, в арктических районах, связан с природо-климатическими катаклизмами. Речь идет о поддержке, скажем так, сохранении поголовья лошадей, в частности, в Абыйском районе. Ну, во-первых, когда ситуация сложилась в таких экстремальных условиях, мы приняли более четкое для себя решение. Прежде всего, мы, насколько возможно, попросили забить то, чего невозможно будет сохранять, забивать поголовье. И при этом мы для себя взяли гарантию возмещения этого поголовья за счет бюджета республики. Это во-первых. Во-вторых, были организованы оперативные штабы, где рассматривались вопросы обеспечения кормами. То есть, там корма, в принципе, есть, но не было дорог, не было возможности выезда за этими кормами. Поэтому главная проблема была пробивать дороги. И эта работа сегодня проводится. И оперативные штабы на места, в том числе на уровне республики, были созданы. Все руководители республиканских министерств и ведомств, которые были закреплены, они съездили, посмотрели, непосредственно на местах разобрались. И я единственное могу сегодня озвучивать о том, что максимально, что необходимо поддержать, мы поддержим. Главное, чтобы вы сегодня не потеряли поголовье, которое вы уже сохранили сегодня. То есть, вы приняли решение кое-что оставить для себя. То, что оставили, надо сохранить. Вот над этим мы будем работать и будем поддерживать. А что касается поддержки будущего поголовья за счет субсидий, наверняка, речь пойдет о восстановлении поголовья за счет бюджета и не более. Другого механизма мы пока не видим. Нам надо сегодня сохранить то, что есть. Так, пожалуйста, Дмитрий Макаров. Здравствуйте, Егор Афанасьевич, Дмитрий Макаров, Якутская филовая ГТРК. Вопрос касается железной дороги. В общем, Беркакитамут-Якутск сегодня является единственной строящейся в стране. Но вот этот статус строящейся грозит перейти в долгострой. И, собственно, хотелось бы узнать, какие шаги предпринимает регион для скорейшего решения этой проблемы. Ну, вы проблемы, в принципе, знаете. Проблема заключается в том, что там незабросовестный подрядчик головной, я не говорю якутский, он головной подвел за последние четыре года наши работы. И, соответственно, совсем небольшой объем работ не может доводиться до логического завершения. И в результате освоены десятки миллиардов рублей, но этот объект никак не могут запуститься в работу. Всего миллиард 900 миллионов мы должны были освоить. Это средства, предусмотренные бюджетами Российской Федерации. Заказчиком является Министерство транспорта Российской Федерации в лице агентства по железной дороге. И сегодня мы настаиваем, чтобы быстро было принято решение на замену подрядчика. И буквально на днях состояло совещание у министра транспорта Российской Федерации Соколова Максим Юрьевича. И, соответственно, было дано поручение Рожелдору, агентству, провести переговоры с РАО ЖД, чтобы РАО ЖД взяла на себя роль подрядчика в будущем. Соответственно, еще по завершении строительства дороги, приятная дорога на эксплуатацию. Вот такая работа сегодня ведется. Ну, мы многие вещи ведем, разговоры ведем, договариваемся. И, конечно, не удается все это информировать, все не удается рассказывать. Но такая работа постоянно сегодня ведется. Мы кровно заинтересованы, чтобы эта дорога была запущена в строй. Мы и так страдаем из-за того, что по временной схеме работающая дорога, тариф очень высокий. Так, давайте Михаил Горохов. Михаил Горохов, информационный агентство Интерфакс. Как идет процесс создания ТОР Южной Якутии? На каком этапе находится проект? И какие-то компании, может, уже изъявили желание стать резидентами? Спасибо. Ну, сегодня ТОР на стадии создания. Мы создаем это предприятие. Это территория, определяющая развитию на базе предприятия Колмар, который является базовым резидентом этого ТОРа. И сегодня есть инфраструктурный проект. Есть желающие работать как резидент с точки зрения обслуживания крупного проекта этого резидента. И мы вчера только обсуждали на уровне Юрия Петровича Труднева насчет управления этим ТОРом. И я согласился возглавить наблюдательный совет этого территории, определяющего развития. Ну, вот и на днях всю организационную работу завершим. И будем плотно заниматься конкретно с резидентом. Так, давайте вредимацию от Александра Хлопкова. Здравствуйте, Александра Хлопкова. Саха көрдерэль хитинераль хампания. Бу ахан ерсалга мен сынавынан ехада, Саха керен медицинатын сүрінсетей етабу, и республика браастара кадаверной органары бахатчаттақабу, олухтан турабыт, джонар бюрдарин бюрдарин көрдюлер. Оно тон көрнеккелер салларға бұл қайысқаға республика түттен тұр көмі бар болуғай. Аны, манна дағатын, әстөбер бұпыр ойттақа, әйге төз бәағат бұйыл бұл медицина халатыгар, әл құрдуқ түнді қайды халатып өрген Tovar τον қтер ууғаме, маға Қаламдасы маѓigkeit сүрде көмірдіңіз ет táрта көрде біб followers, бұл реранады бұл фүрде көміріненіні болуғары бұл берің барық тұралық т entrepreneurs, здравоохранения республики в рамках тех указов, которые я принял этим летом. Это речь идет о развитии высокотехнологичной медицины и развитии вежливой медицины. Но по второй части по вежливой медицине сейчас работа ведется. Мы уже по линиям Минздрава требования ставим перед всеми районными и другими республиканскими медицинскими учреждениями, насколько возможно перейти на определенные стандарты, которые мы уже разработали для своих учреждений в республике. И вы наверняка, кто бывает в сельской местности, начиная с Верхневолюбской больницы или первой поликлиники, вы это почувствуете. С точки зрения не только формального оформления самих медицинских учреждений, но и отношения и ответственности медицинских работников. Кроме того, мы сегодня настаиваем, чтобы перед Минздравом Российской Федерации отказаться от некоторых требований по оптимизации медицинских учреждений, в частности в Якутии. Это мы доказали тем случаем, которые произошли в эти дни, в связи с аварией самолета в Тикси. Мы там в свое время не реализовали те требования, которые были поставлены перед нами, оптимизировать, в частности арктические больницы. И мы сохранили то, что было там. В результате на деле почувствовали, что, сохраняя вплоть даже аппаратов искусственного дыхания, мы сохранили жизни людей и спасаем. Если бы мы вчера, позавчера в параде слышали, что там 4 особо тяжелобольных присутствуют, то такого сегодня уже нет. То есть меры принимаются и доказываются на деле, что медицина все-таки сегодня должна работать в рамках тех условий, которые мы у себя создаем с учетом особенностей Якутии. Что касается высокотехнологичной медицины, то я скажу, что те операции, которые вы сейчас только что говорили, это будет переходить на более плановую плоскость. Это очень важно для нас, для Якутии. Потом, несмотря на сложности формирования бюджета, я дал поручение все-таки в обязательном плане выполнить те объемы, которые мы для себя заложили. Если даже недостаточно заложено в бюджетах, надо искать дополнительные источники. В частности, речь идет о кахлеарной имплантации для малолетних детей. Это надо будет реализовать уже с конца 2017 года, начиная в 2018 году. И начиная в 2018 году даже планировать для себя переход, пересадка сердца. Вот такие, более такие задачи масштабные. Наша хирургия, наша медицина сегодня способна решать эти задачи. Мы материальную базу будем улучшать. Перенитальный центр в этом году, в 2018 году закончим. Начинаем строительство онкологического центра. Будем постепенно переходить на строительство второго очереди кардиологического центра. И в течение 4-5 лет мы должны все эти задачи для себя решить. И тогда полноценно можно говорить о реализации того объема работы, о чем мы говорим в этих указах. Так, у нас сегодня в студии присутствуют коллеги из районных средств информации. Предлагаю передать им микрофон. Пожалуйста. Мария Анна Караканова, Усть-Майский Вестник. Уважаемый Егор Афанасьевич, я привезла вам письмо от жителей Кюбского наслега с просьбой о строительстве школы. Здание школы 93-го года постройки, но построено изначально с нарушениями. И вот сейчас дети учатся в ужасных холодных условиях. Там, естественно, и фундамент, и стены. Нынче делали ремонт центрального отопления. Это не помогло. И, в общем, администрация школы каждый день проводит температурные замеры. И температура у них доходит в здании до 7 градусов. 40-градусные морозы. Ну и вот, значит, я бы хотела у вас спросить, школы у нас ежегодно строятся, вводятся, да, объекты здравоохранения тоже вот недавно построена участковая больница, введена там же в Кюбцах, за что они очень, жители Кюбцев, очень благодарны. Ну, хотелось бы спросить конкретно, вот жители Кюбцев могут надеяться на строительство школы в этом году? И после пресс-конференции я могу передать вам это письмо? Ну, письмо-то можете передать? Надеяться всегда надо. Но то, что формируются планы, формируются бюджеты, это такая работа, которая учитывает все проблемы, которые есть в УЛУСах, в Настегах. И в результате появляются вот эти плановые программные документы, по которым принимается решение построительства объектов. Если в 93-м году построили школу, при этом, к сожалению, по качеству объектов нам придется очень много-много работать, потому что не только у вас, и в других местах у нас, и в капитальных стройках качество желает быть лучше. И мы должны все это контролировать, и общественность на местах, и контролирующие надзорные органы добиваться улучшения качества. Но из-за того, что у нас качество плохое, и новые объекты, которые из-за качества приходят в негодность, давайте начинать строить новый объект, это достаточно сложные требования, которые мало кто слушать будет. Поэтому нам придется лучше принять меры по улучшению качества. По строительству посмотрим, насколько получится. Это поручение я дам правительству республики. Так, продолжаем. Пожалуйста, кое-что. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Форсируя эту программу, 34 года назад в центральных усадьбах мы заставили ГУП ЖХХ построить за свои собственные оборотные деньги котельные. В результате котельные построили, а предприятие посадили на лужу. Поэтому нам придется здесь очень корректно теперь подойти и изыскать возможности строительства этих котельных. Более планово будем проводить. Это один вопрос. То, что касается электроотопления колбаки, я не знаю сейчас, как будет решаться сетевое хозяйство. Потому что мы каждый год в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики рассматривают бюджет Якутиэнерго, где инвестиционные составляющие, как надбавка, рассматриваются и туда включаются те или иные объекты. Но я не знаю сейчас, колбако туда включили или не включили, как инвестиционный проект за счет средств Якутиэнерго. Если не включили, то придется там с ними поработать. Так, что касается подключения или проведения линий электропередач или обеспечения усадьб инфраструктурой, то, к сожалению, мы в свое время увлеклись раздачей на муниципальном уровне земель для многодетных семей. Это и в Якутске, и в других районах. Но при этом, понимая, что все это все равно должны были расходы нести в муниципалитеты, и при этом не подкрепляясь источниками, мы оказались заложниками того недовольства, которое сегодня есть среди многодетных семей. Поэтому я вынужден был в этом году осенью подписать указ, чтобы навести порядок по финансированию этих объектов. И при этом, конечно, вынуждены были подключить бюджет республики, чтобы определенные средства для создания инфраструктуры для таких выделенных участков были предусмотрены средства. Вот такие объемы средств выделены, предусмотрены, но не в таком объеме, чтобы сразу решить эту проблему в течение одного-двух лет. Поэтому придется какое-то определенное время тратить, чтобы довести до логического завершения этой программы. Но единственное, что мы сегодня создали условия более ускоренного решения, чем было до сегодня. Еще около. Виталий Обеденный, Якутская Черня. Спасибо. Егор Афанасьевич, вчера был принят бюджет республики, и обращают внимание на то, что инвестиционная программа сокращена почти вдвое по сравнению с этим годом. И очень много поправок от депутатов не попали, в частности, не попали поправки от депутатов от города Якутска по финансированию выкупа помещений для школ, которые переполнены в полтора-два раза. Не кажется это несправедливым по отношению к городу? Потому что здесь же все-таки треть населения, и у нас на одну 35-ю школу выделено в пять раз меньше денег, чем на закрытую базу отдыха на лямпушке. Спасибо. По городу Якутску депутаты поставили вопрос по строительству объектов, по выкупу школ и так далее. Это, наверное, дело самих депутатов. Но есть у города Якутска свой бюджет, более 10 миллиардов рублей. Поэтому город Якутска сначала должен определиться своими приоритетами. Если считают приоритетом выкупа школ или строительства школ, пожалуйста, сначала надо профинансировать школу, а уже по другим объектам. А то у нас получается так, что объекты, все то, что желает город Якутска или другие муниципальные образования, предусмотрели свои средства, а потом вдруг актуализировали приоритеты города Якутска или других муниципалитетов и поставили перед бюджетом республики. Мы считаем, что это несправедливо и неправильно. Сначала надо определиться приоритетом у себя в муниципалитетах. Тогда, когда уже не будет хватать приоритетов в вопросах, тогда мы согласны поддерживать. Так, пожалуйста, там вот наши коллеги. Марьяна Кутукова, Радио России, ГТРК Саха, Егор Афанасьевич. Мой вопрос касается последних чрезвычайных ситуаций, связанных с пропажей людей в тайге, в лесах. Скажите, пожалуйста, предусматривается ли главам наслегов, так скажем, неприкосновенный запас топлива для использования в таких чрезвычайных ситуациях? Допустим, вот когда был последний случай с пропажей супружеской пары в Устьянском районе, в администрации поселка Юкагир, нам сообщили, что поиски задерживаются из-за нехватки бензина. Спасибо. Главы поселений, к сожалению, средств для того, чтобы создавать неприкосновенные запасы по тем или иным ресурсам, таких средств для них нет. Но есть у нас другие структуры, которые создают неприкосновенный запас по топливу. Это энергетики. Мы всегда их предупреждаем, что при чрезвычайных ситуациях будем к ним обращаться. Или непосредственно запасы самого Министерства чрезвычайных ситуаций мы создавали в опорных базах на северных территориях. Но не только на северных территориях. В целом по республике неприкосновенный запас и топлива, и материальных ресурсов. И за счет этого мы решали. Имея 440 муниципальных образований, и каждого главы имеет чрезвычайный запас, вот мы такого пока опыта не имеем. Так, продолжаем. Молодежное издание Кескел, пожалуйста. Кескел, ого бичайдың кағадықтан несе ебіле? Молодежное издание Кескел, ого бичайдың кағадықтан несе ебіле? Молодежное издание Кескел, ого бичайдың көрінің 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 к надо заниматься. Поэтому поддержим. Так, еще. София, пожалуйста. София Блочакей, Сахалаев. Многим очень интересно. Поделитесь, пожалуйста, своими планами на 2019 год. Вы сейчас второй срок работаете главой республики, но путем, как лицо, избранное на всенародных выборах, первый срок. И фактически вы можете еще раз баллотироваться. Вы будете баллотироваться на постел Дархана? Ну, я пока никакие планы не выстраиваю. Я скажу честно вам. У меня сегодня столько много работы, что не успеваю даже в текущем режиме. Так, Графена, Сахасири. Проектное управление. Мы сейчас хотим, чтобы понимали каждый, кто участвует. Поэтому мы начали заниматься учебой. Для того, чтобы перейти к проектному управлению, мы даже реконструировали нашу высшую школу при главе республики. И мы создали высшую школу инновационного менеджмента. Привлекаем там не только наших ведущих лекторов, но и за пределами республики. И будем обучать специалистов, начиная от министров всех, для того, чтобы занимались проектным управлением. Для начала, для сегодня, для более конкретного опыта я дал поручение вот игры, дети, извините, пожалуйста, игры Мончары, которые будут проводиться в Верхневелевской в этом году, сделать проектом и опробировать с участием и местных органов власти, и Министерства спорта, и Министерства культуры, и других министерств. И его видят в течение полугода реализовать как проект. Тогда мы увидим, насколько это можно. Вот такие более сложные, с участием и муниципального, и республиканского уровня, структуры можно реализовать как проектное управление. Вот я думаю, эта работа, которую сейчас правительство начнет, будет в течение полугода изучим, посмотрим, как это получится. Если получится, то у нас будет возможность и на уровень муниципалитета перейти с участием республиканского органа власти. Это более сложный, потому что в отдельности республики на уровне республики можно, и в отдельности на муниципалитете можно, а вот в совокупности двух уровней властей достаточно сложно. Вот мы хотим это пробирать на уровне проекта реализации игры Манчар. Так, я предлагаю Саше. Добрый день, Егор Афанасьевич, Александр Прокопьев, газета «Эхо столицы», город Якутск. В следующем году у нас пройдет ряд муниципальных выборов, в том числе в городе Якутске. Кого вы видите на посту главы столицы республики? И разрешите второй вопрос касательно федеральной программы «Доступная среда», действие которой, как известно, продлено до 2020 года. Какие шаги предприняты у нас для развития безбарьерной среды? Спасибо. Ну, что касается доступной среды, у нас же есть специальная программа, которую мы принимали и по которой работаем. Но я считаю, что работа, которую мы ведем, она ведется, но не той цели, которую мы должны были достигнуть, по-моему, не достигаем. Я недавно встречался с Лаптевым как раз по этой же теме и мы обговаривали, это речь идет не только в создании условий доступности, но еще нам необходимо сделать так, чтобы инвалиды еще и занимались, заняты были конкретной работой, конкретным занятием. И тема, она такая обширная, поэтому обсуждение было и мы пришли выводы, что эту программу надо расширить. А теми, по которым мы сегодня работаем, они проблемы в корне не решают. Это первое. Но что касается, ну все равно мы возвращаемся к выборным темам, в том числе и 2019 года, и 2017 года. Конечно, выборная тема, она сложная, и она общественно достаточно резонансная, поэтому я всегда пытаюсь избегать этой темы при широком таком обсуждении, но то, что касается города Якутска, то это выборы приближаются, и мы с Ассеном Сергеевичем Николаевым на эту тему встречались, обсуждали, и я с ним поговорил и сказал, что ему надо идти на выборы, и с этим он согласен, и мы будем поддерживать его кандидатуру, потому что при нем и при мне все-таки совместная работа по городу Якутске и правительству и администрации города достаточно эффективно проявляется, это видно, поэтому результаты мы уже наяву чувствуем, и эту работу надо продолжать. Так, Николай Борисов, Якутска, сахарм, санимист. Здравствуйте, Николай Борисов, здесь я. По последним событиям задам вопрос, если вы не против, было очень большое отравление боярышникам, так называемым, в Иркутской области, у наших соседей фактически, да, и в свете того, что у нас республика активно борется как бы с пьянством, вот все вот эти вот меры, вот какая у нас борьба проводится с контрафактной продукцией алкогольной. Спасибо. Борьба с пьянством, эта тема, она извечная, она постоянно присутствует в нашей жизни, она была, есть, по всей вероятности и будет. Но это факт показывает, поэтому главная задача нашей республики, это все-таки навести порядок продажи. перегибать, конечно, нет необходимости, я вот слышал о том, что в районном центре намцах пытаются вести сухой закон, я думаю, это нереально, во-первых, во-вторых, главной задачей нам необходимо сегодня, во-первых, наводить порядок продажи и параллельно учить молодежи и наших людей более, ну, скажем, толерантным что ли отношением к виноводочным изделиям. Я имею в виду с точки зрения равнодушного отношения, с точки зрения привлечения внимания к этим вещам, то есть, чтобы молодежь не обращала внимания к этой вещи, надо занять другими делами, спортом, физкультурой, другим занятием, чтобы молодежь к этому не тянулась. Я, например, чувствую, что в последние годы все-таки мы, молодежь, втянули с улицы на спортивные объекты, на другие мероприятия, и молодежь все-таки намного другому выглядит, чем было пять лет назад. Вот это надо продолжать. А что касается наведения порядка продажи, эту работу мы будем продолжать, продолжать с точки зрения тех требований, которые мы приняли в рамках закона. Есть определенные нарушения, общественность начала сама участвовать. Вот там, где малочисленные населенные пункты, поселения, там, где принимается эльвийным большинством населения желание ограничить продажи алкогольных продуктов, я думаю, это можно поддержать, это нужно поддержать, я считаю. Там тоже наводится порядок. В этом случае общественность на себя берет больше всего вопросы нелегальной продажи. Сегодня активно стали поступать сигналы, чем раньше, где что продается из-под полы. Вот это вопрос, думаю, что это само население созревает. А с точки зрения продажи вот так называемых спиртосодержащих элементов, мы сегодня провели разговор, и в том числе Роспотребнадзор этим занимается. Я думаю, в республике пока порядок держится. Но то, что происходит в Иркутской области, это, конечно, с ума сойти. Это трагедия, конечно. И дай Бог, чтобы у нас такого не происходило. Это зависит от уровня людей, кто продает безответственно с одной стороны, и кто потребляет безответственно это. Все-таки это больше относится к безответственности. Я так считаю. Так, Максим Березин. 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 Когда мы работали с Украинской области, мы полностью напремяем, что мы в Москве говорим. Мне будет очень интересно отвечать, потому что вы занимаетесь распространением своих новостей через радио, и у меня спрашиваете, как распространить в техническом плане это радио. Поэтому, чтобы вы так больше не заблуждались, куратором вашего министерства, теперь вашего предприятия будет министр связи, чтобы отвечать на этот вопрос. Он займется. Он завтра к вам придет, и он вам даст ответ. Так, продолжаем нашу работу. Виолетта Абаскарова, Якутия Медиа. Егор Афанасьевич, у меня вопрос по дальневосточному гектару. Якутия занимает лидирующие позиции по количеству поданных заявок, а вот заключенных уже договоров на приобретение участков земли в разы меньше. Почему происходит такой большой разрыв между заявками и уже оформленными документами, и вообще, каковы перспективы, каковы реализации этого закона в республике, и будет ли оказана какая-то государственная поддержка гражданам, которые уже оформили эти земли? Спасибо. Понимаете, вот Юрий Петрович Трутнев, наш полпред, зампредседатель правительства, как-то меня спрашивал. Вот вы, как считаете, говорит, вы сопротивлялись принятию этого закона, вы там много обсуждали, но при этом опережаете оформление или подача заявлений в целом по Дальнем Востоке. Я сказал, что я тоже не ожидал такого. Это тоже правда. Но 8800 с лишним человек подали заявку по второму этапу, то есть до 1 февраля будет оформляться нашими жителями республики. И из них 54% как бы возвращены. Почти 30% в 1 треть вернули сами. Сначала подали, а потом вернули. По каким причинам мы пока не можем разобраться. В большинстве случаев они просто желают изучить саму систему. Часть из них возвращены по той причине, что они с учетом того, что наша система, Росреестровская информационная система в полном объеме не работала в прошлом. И мы сами по себе, граждане, которые имели земли, не оформляли как следует, и они поданные заявкой накладывались ранее выделенными землями. То есть они, когда смотрят карту, там нету земли выделенной. А когда начинают оформлять, подают заявку, накладывают на фактическое состояние, и там получается, что земля уже выделена. Поэтому вот любимая доля возврата такой. Но в основном мы считаем, что причина эта система Росреестровская информационная система, она должна быть доведена до абсолютно точного оформления. И мы должны еще всем жителям Республики дать возможность оформлять свои земли. Они до конца не оформлены, они везде висят. Документы есть на руках, а документы оформлены на Росреестровской картографии нет. И в результате вот такая сложность, такая ситуация есть. Одна треть сегодня из поданных 8800 с лишним заявок оформляется, они получат. Поэтому ситуация причиной в этом заключается. Так, что касается будущего, то в зависимости от целевого назначения, в зависимости от той политики, которую мы ведем по поддержке тех или иных направлений, например, фермерское хозяйство, например, индивидуальное жилье, еще какие-то, мы будем поддерживать. А целевым, кто получил гектар, мы такую помощь не оказываем. Если в зависимости, какое целевое назначение каждый заявитель будет использовать по целевому этой земле, для развития сельского хозяйства одно, для предпринимательства другое, для еще чего-то, там в зависимости от этого будут попадать под те или иные периференции, которые государство уже устанавливало. Так, я обращаю внимание на то, что у нас в студии находятся и представители районных средств массовой информации. Предлагаю сейчас снова передать слово им. Пожалуйста. Пожалуйста. Что касается школ, уважаемые коллеги, я еще раз говорю о том, что школы решаются по определенным программам. Программы принимаются с участием муниципальных образований, глав муниципальных образований. Какие школы, в каких наследиях должны поочередности строиться, они определяют. Это не министерство, это не правительство. Мы только выделяем средства. Вы определяете. Например, в Амге мы должны школы построить или на севере, или на юге, или в центральном усадьбе, или в Бетюне, или еще где-то. Это глава решает. Поэтому здесь у меня, вот сегодня задав вопрос, каким-то образом вдруг посчастливится, что ваша школа пойдет впереди. Это вряд ли. Я только в тех случаях, когда экстренных, когда ситуация выходит из-под контроля, и глав, и правительство, тогда только вмешиваюсь. А что касается сетевого хозяйства, то у нас эта проблема в целом системная в республике. Это имеется в виду зарежная группа районов по Кольцу до Амги. У нас Кольцо кончается в Амге. И это в Велийске группа районов, начиная от Нюрбы, кончается в Велийске. Вот эта система у нас остается для нас самой проблемой, большей проблемой, где должны полностью обновить сетевое хозяйство. Мы, к сожалению, сегодня решаем только в пределах инвестиционной надбавки Якутия Энерго, которая, конечно, полностью не удовлетворяет потребности строительства новых линий. Поэтому будем ждать. Следующий вопрос. У нас тут газета Якутия находится. Федор Григорьев, пожалуйста. Добрый вечер, Егор Фанасьевич. Ну, не могу задать вопрос, волнующий, не задать вопрос, волнующий моих земляков. Вот они все по их поручению, скажем, по 10% обросся нюрба. Ну, вы в курсе темы. И есть ли вообще механизм возврата, о чем мечтают нюрбинцы, да? Или все-таки вот как здесь поступить в ваше видение? Ну, и если позволите, да, тут что-то мы такие напряженные сидим, все о делах и о делах, да. Вот мы в канун нового года собрались. И такой вопрос. Вот, ну, все любят и получать подарки. Многие ждут от вас, скорее всего, подарков, да? А вот, какой подарок, который получили вы лично, да, запомнился вам на всю жизнь? Может быть, вы где-то его храните? Это, скорее всего, было из вашего детства. Что там, что получал, что любил получать в детстве Гоша Борисов? Спасибо. Два очень сложных вопроса. Первый вопрос, конечно, сложен тем, что он имеет такой большой резонанс общественный. Для нюрбинцев это очень такой, ну, как они считают, святой вопрос. Потому что за счет 10% республики, которая владеет. Но для компании, вернее, для нюрбинского района, для нюрбинского района, эта компания является налоговой базой, во-первых. Это дивиденды, которые получает нюрбинский вуз. Это, с одной стороны, так, но, с другой стороны, мы должны честно говорить друг другу о том, что в какой собственности находится это 10%. Изначально, прямо с первых дней, с первого оформления, это 10% были государственной собственности. Но они в свое время, при тех условиях, когда местная власть была государственной властью, они как бы находились в рамках местной власти, государственной власти. Но потом, когда уже в 2000-х годах начали оформляться или отделяться муниципальная власть от государственной власти, тогда, конечно, государство обеспокоилось о своих активах, и во многих случаях они переоформляли от местных органов власти государственных на республиканский уровень. Поэтому 10%, которые были государственной собственности в рамках нюрбинского района того времени, государственной собственности, было переоформлено на республику. Это мы должны понимать, оно было так. Другого варианта не было. Но, с другой стороны, сейчас судьба 10%, она стала очень шаткой сегодня. Вот, хотя недавно некоторые товарищи попытались включить план приватизации, ссылаясь на разные доводы. Я думаю, что при этом парламент республики дал конкретный ответ, что это не дело парламента республики, это дело правительства республики, потому что доля стоимости, которая менее 100 миллионов рублей по номиналу, может приватизироваться по решению правительства республики. Это второй момент. Третий момент. Сегодня мы получили письмо руководства компании, официально получили, уже сколько, недели две-три назад, но еще до начала обсуждения, о том, что компания, оборот, рыночный оборот, от некоторой доли акций Алросу Нюрба на рынке, они считают не к чему. И пытаются это пудировать, и получится так, что сегодня компания Алросу Нюрба, который в составе своем имеет только лицензию, производством не занимается, там всего-то аппарат, там только аппарат управления есть, больше ничего нет. И могут ставиться под сомнение этой лицензии, то есть просто возьмут и отберут лицензию. В этом случае рыночная стоимость полностью теряется. или это может оспариваться в суде. Это второй вариант. То есть мы находимся перед определённой опасностью потерять этот актив вообще. Но мы думаем над этим, сейчас мониторим, изучаем риски, рассматриваем, как должны дальше события развиваться. Если мы почувствуем, что риск будет расти, то вынуждены будем идти на определённые конкретные шаги. Но пока над этим делом надо очень крепко подумать. Это очень такие серьёзные вопросы. Бухта-Барахта такие решения не должны приниматься. Что касается подарка, то я подарок уже получил. Нынешний Борисов. В настоящем виде. Я получил внучку пятую, поэтому сам удовольствием. Что получал Гоша Борисов, я не помню, честно говоря. Конфетки, шоколадки получал. Ну и очень часто получал грамоты. Как лучший ученик, как лучший спортсмен. Вот это я помню. Уважаемые коллеги, в продолжение темы, которую исполнил Егор Афанасьевич о школьном детстве, я хочу сообщить, что сегодняшний день начинает работа новый сайт ЕгорБорисов.ру. Совершенно новый интерфейс. Очень удобная, гибкая, скажем так, инфографика там находится. Все материалы очень доступны. Интуитивно очень хорошо. И там есть специальный раздел. Называется «Моя биография». А вот, может быть, для журналистов, может быть, интересно быть. Когда я вернулся во власть в 2002 году, это 15 лет назад, я начал, ну, уже начал раздумывать, многие вещи переваривать. И с учетом того, что события тогда происходили в моей жизни, я начал писать. Ну, я не знаю, как называется, мемуары, не мемуары, но начал писать, вспоминать свою жизнь и начал это делать. И они потихоньку накопились. Я решил из этих объемов кое-какие материалы разместить на сайте. Прошу посмотреть и оценить. Если есть какие-то мысли, можете мне передать. Раздел «Моя биография» называется. Так, у нас мы потихонечку подходим к завершению нашей пресс-конференции. Егор Фанович, мы будем продолжать или? Ну, на сколько должны закончить? Ну, 9. Окей. Время есть еще. Так, пожалуйста, журнал «Чуранчик». Журнал «Чуранчик» – Продолжение следует... Вот он, чтобы всем было понятно, журнал «Чуранчик» становится уже привлекательным даже для издателей на федеральном уровне. То, что в Татарстане заняли третье место, это очень хорошо. Но что касается расширения объемов, то здесь два момента есть. Если вы считаете привлекательным, если это мне скажут дети, тогда мы поддержим. Это связано, конечно, с деньгами, это с финансами. Поэтому, если вы мнение детей соберете, что детям нравится, и они правда хотят видеть побольше объема, мы поддержим. Пожалуйста, Марина Сантаева. Добрый вечер, Егор Афанасьевич, Марина Сантаева, агентство «Шторм-24-Медиа». Я хотела бы задать вопрос и просьбу передать одновременно от своих земляков, амгинцев, в частности, от СХПК «Амгинский». Ранее это хозяйство называлось, кооператив назывался совхоз «Амгинский». Все его знают, вся республика знает, знала, вернее, это был самый большой передовой совхоз, знаменитый тем, что выращивали они зерновые, уникальные в этом смысле. К сожалению, сейчас ситуация такова, что от огромного хозяйства остался маленький кооператив, который занимается только зерновыми. В прошлом году ситуация достигла кризиса, скажем, такой точки кризиса, что рабочие, которые взыскали зарплату в судебном порядке, получили письма от директора этого кооператива, чтобы они отказались от возмещения, возврата этой зарплаты, для того, чтобы купить зерновые, чтобы посеять, посев произвести. И сегодня ситуация тоже остается очень крайне напряженной, в критическом состоянии находятся и люди, и само хозяйство. Хуже всего то, что людям не дают никакой информации о будущем. Есть информация о том, что хозяйство находится в предбанкротном состоянии, им об этом открыто говорят, но больше ничего. То есть официальной никакой информации, полуофициальной о будущем, люди ничего не знают. Я хотела бы задать вам вопрос, в курсе ли вы этой ситуации, можете ли вы как-то повлиять на нее и к чему готовятся люди в этом хозяйстве. Это вы имеете в виду покровку? Да. Но там не только покровка была, там раньше и Амгинская бригада работала, и село Чикыр там работали, сейчас все это раздроблено. Есть угроза того, что все это вообще перейдет в частные руки, и хозяйство просто будет уничтожено. Давайте я отвечу. Я отвечу на ваш вопрос в конце января, я наверняка лучше съезжу, встречусь с людьми там на месте, и тогда лучше будет принимать решение, потому что это хозяйство для нас базовое хозяйство. Она базовое хозяйство с точки зрения не только выращивания зерновых, но и для науки тоже. Поэтому я съезжу, разберусь там на месте. Но я надеюсь, что Огуречникова на месте там? Нет? Огуречникова на месте там? Да, она там, но она сейчас в ней. Я знаю, но мне просто поговорили с ней, она хозяйство очень хорошо знает. Хорошо. Хочу передать микрофон нашим коллегам из Тамского района, да? Огуречникова на месте. Продолжение следует. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Вы хотите, чтобы чем меньше зарплата, тогда уровень налогообложения тоже должен уменьшаться, так хотите сказать. Но ни одна налоговая система такие вещи не допустит. Таким же образом они не допускают прогрессивный налог. Например, в России нет прогрессивного налога. У кого больше зарплата, там можно было повысить, но, к сожалению, пока российская система налогообложения, российская законодательная, это не идет. Мы в свое время этот вопрос, в частности я, в зависимости, где бы я не работал раньше, этот вопрос ставил. Но сейчас сама система, она пока не принимает такой подход. Хотя было бы справедливым, конечно. Так, что касается зарплаты журналистам газет. Давайте я завтра специально дам поручение Александру Ильичу Борисову, который стал куратором этого дела, изучить ситуацию дел в целом и внести предложение правительства республики. Я думаю, он разберется до конца. Он в этих делах, в принципе, понимает. Так, а что касается молодых специалистов, это, наверное, больше всего лукавство, чем конкретное действие руководителей. Если руководитель хочет иметь молодого кадра, он принимает, он не обращает внимания. Три года стажа или два года стажа. Если нравится ему специалист, который он увидел, он наверняка этим нормам вряд ли будет обращаться. А те, кто не хочет принимать или не имеет возможности, то он наверняка обращает внимание, по какой причине ему отказать. И вот получается, что трехгодичный стаж требуется, и он спокойно отказывается. Поэтому здесь тоже, наверное, больше субъективизма со стороны руководителя, нежели действие закона. Поэтому я хотел бы здесь больше обратиться к руководителям наших учреждений и предприятий, которые благосклонно относились бы к выпускникам высших учебных заведений. Мы и так теряем очень много молодых специалистов, которые не трудоустраиваются или которые не едут, особенно в сельские местности. Если даже в сельские местности едут, надо двумя руками их брать и заустраивать, чтобы закрепить их на месте. А у нас наоборот получается. Поэтому здесь больше субъективизма. Добрый вечер, Егор Афанасьевич, Юлия Михайлова, НВК Сахановости. Скажи, пожалуйста, у меня вот такой вопрос. Не секрет, что сфера ЖКХ у нас одна из самых затратных в расходной части нашего бюджета. И вот в связи с этим, да, проектное планирование, которое у нас как бы начнется в республике, может ли поменять систему подхода в расходовании программ по благоустройству населенных пунктов? Поскольку примерно 40% только имеют благоустройство. Я имею в виду канализацию и ванну. То есть на селе люди до сих пор имеют как бы все удобства на улице. Спасибо. Вот я на вас смотрю, я чувствую, что вы не владеете ситуацией. У нас есть населенные пункты, которые три года назад были 100% на улице, а через три года стало 100% в домах. Потому что мы в последние годы такое большое движение организовали. И эта работа ведется. Там, где глава поселений внятно занимается, там народ идет и решает эту проблему. А там, где глава поселений пассивность показывает, там людей своих не поддерживают, там сложности есть. Поэтому политика сегодня в этом направлении идет. И это не зависит от того, государство выделяет деньги, не выделяет деньги. Это больше всего зависит от инициативы местных органов власти. Это касается не только благоустройства жилья, но и благоустройства самих населенных пунктов. Вот в этом году очень большая работа проведена по благоустройству населенных пунктов. Там, где главы поселений активно участвуют, там заметно в глаза бросаются. А там, где пассивность бывает, там, конечно, никто не замечает. Поэтому мы вот завтра, например, я вечером встречаюсь с молодыми главами. И там наверняка услышат, что там у них все хорошо. А вот в конце января встречаются со всеми поселениями. И там вот это ваше пожелание я доведу. Что все должны заниматься. И программа благоустройства продолжается. Так, пожалуйста, вот девушка. Тампонский вестник Людмила Винокурова. В Тампонском районе шахта Джабарики Хая была бюджетнообразующим предприятием. И вот сейчас, в связи с переходом на добычу карьерным способом, идет очень большое сокращение кадров. И вообще сейчас пока все стоит на этом предприятии. Потому что холодно. И открытая добыча сейчас вообще не ведется. И, в общем-то, есть опасность, что очень плохое будущее у нашей шахты, которое может вообще закрыться. Ни в открытом, ни в закрытом виде. Вот это, насколько вы считаете, это вопрос на контроле у правительства. И еще у меня такой вопрос. Вот там многое зависит от дороги Джабарики Хая, Хандыга. Эта дорога начата, строительство начато, но не завершено. И будет продолжение строительства этой дороги. Мы в республике строим три дороги. Чистая республиканская дорога. Это имеется в виду дорога Кобяй, дорога Алдан, вот которую вы говорите, и дорога Амга, которая строится до Усмая. Мы вначале все параллельно начали. И ни одну дорогу завершить не можем. И там, и там, и там. Поэтому я дал поручение дорогу Кобяй закончить в течение двух лет. Потом дорогу Усмая закончить в течение трех лет. А потом уже закончить дорогу Алдан. Другого варианта нет. Поэтому мы должны сконцентрировать ресурсы на одну дорогу закончить, вторую дорогу закончить и третью. Поэтому мы закончим дорогу. Но не 17-й, а не 18-й. Так, что касается Жабар и Кахая. Ну, мы не можем, понимаете, мы живем в условиях рыночной экономики. Мы должны, насколько возможно, затраты сокращать. А мы хотим, чтобы затраты увеличить, и за счет этого держать людей, держать поселки, держать производство. Это невозможно. Поэтому мы вынуждены были принять решение перейти от шахтной добычи углей в Жабаре и Кахая, выйти на другой берег и начинать открытый способ добычи углей. Это мы сэкономим, в принципе, на производстве, сэкономим в целом для добычи угля и сохраним производство. Мы сохраним производство, добывать будем. Но это, конечно, отразится на состоянии поселка. Если тот же объем угля может добывать наполовину меньше людьми, почему бы это не делать? Тогда, конечно, половина без работы останется. Надо искать какие-то другие компромиссные решения, занятия этих людей. Вот для этого давайте будем задействовать Государственный комитет по занятости, который мы только что создали. Другого выхода нет. Мы не можем, из-за того, чтобы сохранить поселок, содержать затратный способ добычи углей, вместо того, что у нас есть другой способ. Мы не можем так делать. Нам необходимо все рассчитывать. Так, Оксана Максимовна, Якутск ТВ. Прошу быть короткими, задавать по одному вопросу. Здравствуйте, уважаемый Егор Афанасьевич, уважаемые коллеги. У меня вопрос. Телеканал Якутск ТВ. Ранее сообщалось, что обещанное снижение ставки упрошенного на обложение снизится с 6% до 3. Но на сегодня на встрече с главой Якутска было озвучено, что не будет снижаться, в связи с тем, что при принятии проекта закона Минобра ссылался на Ваше послание, что налог будет снижен только для предприятий, которые занимаются производством. Ваша рекомендация может быть для Минобра, а будут ли снижения налога для других предприятий? Спасибо. На координационном совете по предпринимательству мы ввели наконец-то более конструктивный разговор. У нас раньше разговоры проходили только на эмоциях. Последний разговор был более предметный. И мы договорились, что будем по упрощенному варианту налог будем уменьшать в два раза, с 6 до 3. Но это не касалось, и я об этом говорил, отрасли торговли. Кроме торговли, по остальным будем такое принимать решение. Ну, торговля возмущается в мой адрес. Они считают, что торговля тоже достойна иметь такую льготу. Я всегда относился более скептически к торговлю, потому что они всегда занимались накоплением авантюрного капитала. То есть они не способствовали и созданию налоговой базы, с одной стороны, и не создавали условия развития. Они больше расходовали на потребление, свои доходы. Поэтому я не поддерживал ни раньше, и сейчас пусть налоги платят. Так, коллеги, прошу быть коротким о своих вопросах и задавать только по одному. Пожалуйста. 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 Мы еще, начиная с 90-х годов, Роскосмосом всегда работали очень тесно. И в последние годы, в связи с тем, что с запуском ракет из космодрома в Восточный, мы эту работу усилили. Вы знаете, что мы специально и на космодром ездили, и с Роскосмосом очень много встреч проводили, общественные слушания проводили непосредственно на месте в Вилийском районе, у нас в Якутске. И, соответственно, мониторили, то есть до запуска мы мониторили, потом после запуска мониторили. Вы говорили, что вы уже участвовали в этих поисках, когда мы мониторировали. И, конечно, опасность или определенная беспокойность есть. Особенно у людей, которые живут на территории падения степеней ракеты. Но, как показывает картина этого года, мы таких резких изменений в картине экологического фона с точки зрения вреда, вреда мы не увидели. Мы в этом году тоже самую позицию будем выдерживать. Если вдруг почувствуем, что какое-то вред или какое-то изменение картины в сторону ухудшения появится, то мы сразу заявим и разрешение на улицу не дадим. Они разрешение у нас берут. Если мы разрешение не даем, то они не вылетают. Это по закону так и предусмотрено. Поэтому будем выдерживать требования закона, если мы почувствуем что-то плохое. Отвечая на один из вопросов, Егор Афанасьевич подчеркнул, завтра у него предстоит встреча с молодыми главами. В целом, рабочий график довольно-таки плотный у Егора Афанасьевича. Допустим, в пятницу у нас пройдет мероприятие, посвященное 25-летию образования высшего дростного лица в республике. И, как бы, Егор Афанасьевич, что вы про это сможете сказать? В заключении? Ну, как бы, один из вопросов наших. Вопросов больше нет? Вот же, руку подняла. Ну, давайте. Спасибо. Субтитры сделал. Продолжение следует... Есть закон о промышленности, где в обязательном порядке предусматриваются так называемые охранные зоны, запретные зоны, они должны выдерживаться. Поэтому мы будем действовать по требованию закона, по этим делам, конечно, будет судебное разбирательство. Другого варианта я не вижу. Мы просто автоматически или выделять, или взимать землю не можем. Там, где охранная зона проходит, или охранная зона безопасности, там эти участки должны сохраняться. Но, к сожалению, по городу Якутску еще раз повторяю, по магистральной линии газопровода у нас целый поселок появился. Это, конечно, не дело. Это мы должны все-таки привести в порядок. А что касается желания построить детям жилье, конечно, это дело каждой семьи, каждого родителя. Но при этом, когда ко мне обращаются ветераны и говорят, что мы хотим для своих внуков или детей построить жилье или купить жилье, я, к сожалению, таким людям помощь никогда не оказывал. Но, к сожалению, это ни в какие рамки не лезет, в моем понимании. Все-таки ребенок или внук должен, насколько возможно, сам должен этим заниматься. Не ссылаться на родителей или ссылаться на... Особенно это те, которые ветераны войны, ветераны труда приходят в преклонном возрасте 60, 70, 80 лет и просят для внуков, для детей жилье. Это, я считаю, неправильно. Наоборот, должно было бы дети обеспечивать своих родителей. Так, предлагаю завершать нашу работу. Что касается банка, то каждый банк имеет свои правила сам устанавливать. Если мы считаем нужным правительство республики является участником банка Алмаз-Аргенбанк, если такая необходимость есть, мы можем предложение внести, но это мы в рамках предложения можем внести в адрес банка с учетом желания людей. Но насколько это обосновано будет, достаточно сложно говорить сегодня. Завершая нашу работу, я хочу предоставить слово одному из наших корреспондентов, который работает с нами в студии, Розалию Борисову, пожалуйста. Розалия Борисова, национально-обещательная компания САХА. Егор Афанасьевич, продолжаю тему Нового года. Как и где вы собираетесь встретить Новый год? Какие уже сложившиеся у вас и семейные традиции? Ну и 2016-й был для всех нас непростыми. Какие у вас ожидания от предстоящего 2017-го? Спасибо. Новый год я встречаю в кругу семьи. Собираемся все, внуки, дети, по очереди. В этом году наша очередь, мы с себя дома должны принимать, своих внуков. Это во-первых. Во-вторых, каждый год уже это давно традиция стала. В час ночи я прихожу с супругой в САХА-театр. И мы встречаемся там с Андреем Саевичем Борисовым, традиционно, с Николаем Алексеевичем Логвиновым, с Алексеем Сергеевичем Николаевым, с Александром Николаевичем Черковым. И семейно так участвуем в мероприятиях в САХА-театре. Это, по-моему, скоро уже 20 лет будет. Каждый год. Так. Ну, а так, на рабочем месте. До поздна, 31-го, я на работе. Мы 3-го числа ежегодно встречаемся с одноклассниками, ежегодно. Сколько я помню, столько встречаемся. Ну, и потом уже на работу. 17-й год для республики будет сложный год. С точки зрения перехода к новым методам управления. Мы бюджет формировали тоже достаточно сложный. В рамках общей картины Российской Федерации. И мы будем очень большое внимание обращать к деятельности предприятий. И самое главное, начнем реализовывать стратегию развития республики до 2030-го года. И будем заниматься уже началом той работы, которая связана с развитием местной промышленности. Уважаемые коллеги. Сегодня крайняя наша встреча в таком составе в этом году. Поэтому хотел бы вас всех поздравить с наступающим Новым годом. Пожелать вам творческих успехов. Ваша ответственность очень большая. Вы имеете привилегию формирования общественного мнения в республике. Поэтому от вашей работы, от вашего творчества, от вашей ответственности очень многое зависит. И настроение людей, настрой людей. И, соответственно, сегодня мы должны прежде всего настраиваться на позитив, на развитие республики. Спасибо. 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 Спасибо.